Спасти дизель. Власти Германии разработали пакет мер, который поможет снизить содержание окиси азота в воздухе, не запрещая при этом въезд в особо загрязненные города дизельных автомобилей. Что предлагают политики и кто оплатит их идеи, расскажет Татьяна Лугунова. Татьяна Лугунова. От правительства смогут воспользоваться не все владельцы дизеля, а только хозяева машин стандарта Евро-4 и Евро-5. И при условии, что живут или работают они в городах, где воздух особо загрязнен, таких в Германии 14. Среди них Мюнхен, Кёльн, Гамбург, Штутгарт, Франкфурт, Ахен и Дюссельдорф. Это прорыв, хвастаются в правительстве. Мол, такое решение поможет убить сразу двух зайцев, спасти будущее дизеля и сделать воздух чище. У меня сложилось впечатление, что представители автоиндустрии заинтересованы в том, чтобы улучшить имидж дизеля. И я, как министр по вопросам охраны окружающей среды, не хотела бы, чтобы эти машины исчезли с рынка. Ведь если мы говорим, например, о СО2, то выбросы этого вещества как раз у дизельных машин ниже. А вот экологи и защитники прав потребителей разочарованы. Говорят, в предложении правительства много слов, но мало конкретики. Это решение вызывает только разочарование. В нем нет ничего нового. Денежные премии при обмене авто производители обещали и раньше. Что касается модернизации программного обеспечения, все пока на уровне разговоров. Нет никаких гарантий, что производители оплатят эту процедуру. И действительно, представители сразу нескольких концернов уже отказались обновлять программное обеспечение за свой счет. Дескать, этот вариант слишком затратный по времени и не оправдывает себя ни экономически, ни технологически. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.